Так, ну что, ребят, всем привет, ролик по поводу битка, соответственно, волатильность у нас чуть-чуть понизилась, но это doesn't make any sense, что называется, да, значения не имеет, доминация тоже немножко просела, ну, потому что был вчера откат рынка, вернее, бритьё лонгов, ну, я считаю, коррекции никакой уже не будет значимой, может быть, кто-то ожидает коррекцию в марте, я не спорю, что, да, в момент халвинга, там, либо перед, либо до, ну, обычно после халвинга, насколько мы помним, ну, давайте ради интереса, кстати, доминация альтов у нас не падает, вообще, никоим разом, давайте глянем доминацию СДТ, это такой тоже яркий показатель, ну, продолжает снижаться, то есть, говорит о том, что альты у нас продолжают расти, да, по поводу всего тотала, если посмотреть коин-маркеткапа, мы уже приблизились 2,2 триллиона, здорово, хотя мне там рассказывали, что, типа, то ты не шаешься, не какой там нахуй рост, ну, видите, какой нахуй рост, да, далее, тотал 3 без битка и эфира, как мы наблюдаем, уже капитализация альткоинов 600 миллиардов, то есть, мы уже перебиваем линию тренда, можем получить сейчас подтверждение, и, в принципе, уже всё здорово, у нас получается альтсезон, и жадность постепенно будет нарастать, потому что, естественно, большинство сейчас до сих пор не верит в бычий рынок, но вот эта жадность обоснована, скорее всего, ростом эфира и битка, ну, битка, в частности, и я вам докажу и покажу, почему. Вот, интересный момент по поводу кредитов и закладывания хат, да, я тоже думал, что такие люди уже не существуют, ну, как я, я знал, что они есть по-любому, да, что такие будут, но я не думал, что сейчас это произойдёт на 60 тысячах, да, там, ну, 60-64 тысячи, и, кстати, помните, были новости, я в телеграм-канале писал, да и вы тоже видели в роликах, по поводу того, что америкосы положили 3 биржи, они положили 3 биржи, серваки и 3 биржи, то есть у них заглючили баланс из-за того, что они побежали покупать биткоин на бирже Coinbase, Kraken и платформе Robinhood, то есть это 3 американские платформы, на которые, ну, Robinhood может быть европейская, насколько я помню, но, как мы понимаем, Европа у нас подвластна США, поэтому, естественно, как мы понимаем, что, по сути, американская, ну, короче, и, то есть они тупо 3 платформы, вот эти 3 биржи легли, вот, почему, потому что наплыв народа был настолько большой, чтобы купить биткоин, что они просто не выдержали, да, и начали лагать, то есть там нулевые балансы какие-то были, нельзя было купить, то есть ликвидность куда-то испарилась, ну, в общем, вы поняли, и, получается, потом эту проблему спустя время исправили, вот, то есть и ажиотаж был как раз-таки, когда биткоин буквально пару дней назад достиг там 64 тысячи долларов, ну, естественно, народ ломанулся буквально покупать, и в этот день, кстати, мне больше всего людей писало в личку по поводу того, что, ну, это, получается, было когда, 28 февраля как раз-таки, у нас же там какой-то высокосный год, и самое забавное, что действительно чудеса какие-то происходят, и народ продолжает покупать на хаях, то есть они лезут в биткоин, и сейчас я вам подтверждение того сейчас покажу, и вы просто поржете, да, насколько людишки тупорылые, блядь, вот, и человек пишет, что я закупался на дне пальтам, тогда, когда как раз было затишье на рынке, ну, то есть, скорее всего, летом, осенью 23-го года, и в 22-м году, а потом произошел прострел наверх, говорил всем, кого я знаю, закупай, и давал рекомендации бесплатно, монеты, которые стоит купить, сука, никто из 20-ти плюс человек ничего не купил, сейчас пишут буквально все, кого я знаю, и даже их друзья, а как купить кайпту, а еще не поздно купить биток, 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 и так далее, один сказал вообще, как увидел Росбитка, продал одну квартиру, взял кредит на 500 тысяч и хочет купить кайпты, а до этого, сколько я ему не предлагал, как всегда слышал, денег нет, сейчас не лучшее время, ой, да кайпта это, ой, да кайпта это скам, такой песец, я честно не верил, что большинство людей такие стадные животные, ну, как я и говорил, что, помните, ребят мне рассказывают, что, типа, Саня, ты слишком категоричен, не могут быть большинство людей такими тупыми, да что вы говорите, ребят, 99% такими являются, поэтому не надо мне рассказывать, и тем более, я вижу выборку, то есть, с разных чатов, с разных каналов там, и, как мы видим, даже англоязычное сообщество в интеллекте нас не превосходит, то есть, это такие же эмоциональные существа, как и мы, то есть, абсолютно все людишки мыслят шаблонно, и неважно, на каком языке ты разговариваешь, неважно, где ты находишься, если ты, ну, как бы, человек, то эмоциональный фактор тебе подвластен, в любом случае, если ты не умеешь контролировать эмоции, то насрать, ты там, ну, хоть кем будь, но если ты не соображаешь, как работает рынок, и ты не умеешь контролировать эмоции, не понимаешь, когда нужно что делать, когда нужно покупать, когда нужно продавать, то ты, в итоге, будешь побрить, да, что называется, и даже те люди, которые купят сейчас биток по 60, и увидят его по 150, и досидят до этого момента, в 25-м году, да, они все равно не продадут, почему, потому что новости будут, что он будет лететь на 200, на 500 тысяч там, на миллион, блядь, по-любому такие новости будут, они уже сейчас есть, и помните, еще год назад, в 23-м году, в 22-м, нам рассказывали, что биткоин в 26-м или в 27-м году будет стоить, у нас, получается, ну, там, в 26-м в основном были новости, будет стоить, там, 500 тысяч, миллион, но, как мы понимаем, в 26-м году это будет медвежка, блядь, поэтому, естественно, никакого, там, 750 тысяч, тоже там Артур Хейс рассказывал, давайте еще покажу, вот, а почему сидеть с бесплатными монетами хомячинное мышление, не совсем понял, объясняю, потому что зачем терять 50%, то есть половину заработка, если можно подождать полтора года после халвинга, то есть пика был рано, да, как это обычно было по циклам, каждый раз одно и то же, ничего не поменялось, ребят, и зафиксировать, ну, то есть зафиксить, ничего не меняется, биткоин не сделает перехай, ребята, вот так вот, поняли, ну, я в 20-м году то же самое слышал, что на 30 тысяч нету смысла вести, ты что, какие там даже 30 тысяч, ты что, въебался, вот, а потом биткоин сходил на 65, и эти же люди заходили по 50-60 тысяч, да, ну, что сейчас и происходит, вот, не сделает перехайпа, смотри, историю 19-го года, сейчас засадят народ на крипту и сольют, да что вы, вот, а почему же тогда не слили в 21-м году, а дали цену наверх, и я то же самое слышал, что типа, а сейчас мы на 12 пойдем, когда мы стояли на 18-20 тысячах, вот тут здесь, сейчас я вам покажу график, да, то есть когда мы стояли вот здесь вот, я помню эти тупорылые разговоры, да, я, в принципе, знал, что это его падение не будет, просто наблюдал за хомячками, вот здесь, когда мы стояли месяц, ну, 3 недели, тоже были разговоры, а сейчас мы на 12 сходим, ребята, вот надо дать финальную коррекцию, вот как раз засадили, надо дать коррекцию на 12, то есть как раз 40% там коррекция была бы неплохо, да, и, естественно, потом эти люди, ну, ахуевают, сидят такие, что происходит, 3,5х биток дает, и, естественно, где они залетают, конечно же, вот здесь, когда крупняк разгружает позицию, да, и тут уже головы и плечи, блять, несколько раз, вот здесь то же самое, понимаете, ну, я тоже ждал здесь около 80-90 тысяч, то есть я сотку не ждал, потому что понимал, что крыхлые отметки не дают, и это слишком сладкая цена, да, дали 70, я тут немножко проебался, но не вижу никакой проблемы, зато я тот биток, что покупал еще вот здесь, понимаете, биток с эфиром и с BNB, и вот здесь, начиная от 40 тысячи вплоть до 17, да, я не покупал по 15 декабря на ибре 2022 года, но я закупал вот это все, вот это все вот я закупал, да, то есть в этом моменте вот здесь я не покупал уже, то есть я покупал вот так, в боковике, ну, и, соответственно, средняя цена по биткоину у меня 32 тысячи, чтобы вы понимали, и вот этот биток, который я холжу уже, считай, 3 года, блядь, я до сих пор не продавал, вот, и понимаете, у кого такая выдержка может быть, ну, я вам сейчас покажу, какая выдержка у большинства блогеров, то есть они уже продали половину портфеля, я думаю, многие знают этот канал, ну, то есть, и, естественно, за исключением ЧИА, ну, естественно, вот, продать половину портфеля, доля USDC 45, доля Крептурта 55, то есть еще роста даже не началось, еще даже халвинга не было, еще даже не началась параболическая фаза, еще даже альты не дали выше 3х в среднем, то есть некоторые, да, дали там и 5, и 10х и так далее, но это в основном либо щитки какие-то высокоисковые, либо там, ну, просто исключение, да, поэтому большинство монет дали там 1, 2 ТХ, ну, потолок 5х, то есть они даже 10х не дали, которые они минимально дают на каждом булране, понимаете, но, естественно, вот, потом мне говорят, что, типа, Саня, блядь, ну, смысл ввести цену наверх, ну, все ж заработают, да, что вы говорите, все заработают, да, то есть уже блогеры половину портфеля продают, так это халвинга еще не было, сука, роста еще не было, ребят, они уже портфели продают и фиксируют, давайте глянем, сколько ж человек зафиксировал, да, 120%, блядь, Саня, все заработают десятки, сотни тысяч иксов, ну, зачем крупному капиталу давать, ребята, блогеры, у которых сотни тысяч подписчиков, они продают свою крипту сейчас, до халвинга, о чем вы говорите, блядь, о чем, понимаете, ну, о чем это речь, и это не прикол, понимаете, я от многих блогеров, я вам показывал скайны, там, многих с СНГ сообщества, там, они говорят, вот, надо фиксировать тело депозита, и, типа, а почему это хамячинное мышление, потому что нахуя мне терять половину прибыли, если ты ссышь за свои деньги, значит, сука, не инвестируй, либо инвестируй меньше, в чем проблема, нахера, то есть большинство людей, они заходят не на свободное, потом, блядь, они ссут за свои бабки, блядь, понимаете, каждый раз проверяют каждую пять минут, что же, что же там происходит, минус или плюс, и в итоге, ну, сидят, вот это, мозги себе парят, понимаете, то есть, если ты не готов, да не инвестируй, нахуй, нахуй, но тебе надо, то есть, если ты настолько боишься за эти деньги, зачем, то есть, нахера оно надо, то есть, если ты боишься, если ты заложил, там, я не знаю, хату продал, квартиру, почку, там, я не знаю, еще что-то, то есть, машину, зачем, ну, то есть, смысл какой понимаете то есть если ты боишься инвестирую но любишь таки нет я же хочу халявы я же хочу заработать но ты не заработаешь с таким мышлением то есть если у тебя мышление хомяка то хоть ты в миллион лет в рынке будь если ты тупорил и то ты не будешь зарабатывать понимаете то есть и не перестроишь свое мышление не сменишь подход где не будет у тебя холодного расчета поэтому этот бред и типа и подписчики таких блогеров оправдывают их еще и говорят что типа ну у него же капитал большой для него 2x а это просто ебейший профиль он что там миллиардер блять и что илон маск или что он там заработал с миллиарда 2 или что что он такой типа или с 5 10 и такой типа блять ну да надо зафиксировать так это еще параболической фазы не было понимаете полтора года просто ебейшего роста будет и что потом эти блогеры будет делать и знаете что они написали и давайте же глянем что же они написали давайте вот глянем поэтому в случае пролива на рынка с высокой долей вероятности я вернусь новую полностью в рынок если будет пролив если пролив не случится я уберу долю сейс которые были и здесь и да ну и по сути человек пишет что если все таки будет пролив да то тогда соответственно у нас будет вот ну и то же самое пишут остальные блогеры да то есть которые фиксируются фиксирует 2 3x атом да и говоришь надо сидеть с бесплатными монетами то есть забирать тело депозита то есть по сути половину монет нахуй продать час при том что роста еще не было даже да и соответственно об терять половину прибыли то есть ну как я говорил к примеру вы по инвестировали там ну допустим банально взять сто долларов монету и монета даст на пике был она условно 15 иксов то есть это полторы штуки баксов вы достанете и теперь представьте делим эту прибыль на два вы получаете не полторы штуки а 750 а теперь возьмем суммы покрупнее до берем допустим 10 тысяч долларов вы пульнули в какую-то монету и вы заработали с нее 10 иксов и это получается 100 000 долларов и вы забираете не 100 тысяч, а 50. Есть разница, ребят, уже? Прочувствуйте. А теперь представьте, человек заинвестировал в какую-то монету 50 штук, допустим. Ну, условно там. И он заработал 10 иксов. Это 500 штук баксов. И он забирает не 500 штук, а 250. Понимаете? Или там не лям, а 500 тысяч. И вот поделите на 2 вашу прибыль. И какой в этом смысл? Да, ты типа в моменте спокоен. И психологически тебе легче. Но ты не зарабатываешь, не до зарабатываешь половину прибыли. Понимаете? Какой в этом смысл? Просто я не понимаю. То есть ради того, чтобы для душевного спокойствия, значит, ты не инвестировал свободную сумму. Вот и все. И ты просто ссышь потерять свои деньги. Вот и все. Вот и вся разница. Поэтому биткоин не сделает перехай. Посмотри историю. Я говорю, да-да-да, спасибо за мнение. В 20-м году я то же самое слышал. Потом такие ребята по 50-70 тысяч заходили. Ну, так оно и было. Ребят, ну подтвердите в комментах, кто был на предыдущем цикле. Я, наверное, вру, да? То есть я что-то не так говорю. И смотрите, в чем интерес у толпы сейчас. Куда идет биткоин? Когда будет коррекция по биткоину? То есть им не интересны остальные какие-то аспекты. Ну, я ради интереса еще нашел одного блогера, да? И, в принципе, вот что людям интересно. То есть, куда пойдет биткоин? То есть им не интересна альта. Она им не надо. То есть альцезона еще не было. То есть нет, чтобы купить альту. Ну, это же логично, да? Люди говорят, ну как-то рынок двигается согласно логике. Да что вы говорите? Согласно логике, да? То есть, и вот это наглядный пример. Согласно логике двигается рынок, блядь? Какая нахуй тут логика, это просто эмоциональный фактор биткоин растет и люди как говорят ну как это, биткоин растет, ну надо чего покупать, понимаете, ну пиздец блять, то есть нихера абсолютно не поменялось ребят, 20 год воплоти, максимальное отрицание и неверие вот, в нашем офисе уже один человек и знакомый спрашивает, можешь мне помочь покупить биткоин, халвинг уже скоро и биткоин растет, я объясняю, что биткоин уже вырос в 3 раза и поздно покупать я покупал, когда биткоин был 21 19, 17, есть некоторые альты, которые еще не поздно покупать, но если нужно, ждать 6 месяцев в итоге полтора года и больше, то есть человек все равно хочет купить биток, видите далее, в марте будет коррекция, как думаешь то есть, ну, еще раз говорю, нахер она тебе нужна эта коррекция, если ты все равно не купишь ну, я уже говорил об этом вчера, вот, человек пишет сижу в кальянке, в кальянной тут мужики обсуждают крипту и кто-то предложил взять кредит, чтобы купить битко битко, блядь, не альтов, битко ну, то есть, клиника, я в ланге но должна быть коррекция, ну, понятно, да то есть, понимаете, люди настолько не верят в рот сейчас и то же самое было в двадцатом году, вот, просто подтвердите в комментах, кто тогда был, либо в семнадцатом году ну, то есть, то же самое, нихера не меняется, поэтому, ребят, то, что там вот это басни, все заработают, ну, кто все кто все, перечислите мне, вот, реально, как в зеленом слонике, кого ты здесь видишь кто вы, блядь, перечисли мне понимаете, то же самое здесь, ну, по сути, ребят ликвидировали вчера ланги, естественно это показатель того, что толпа переобулась уже, да, но опять же таки, переобулась не до конца и не вся да, то есть, все равно фаза отрицания продолжается ебаный стыд, блядь то есть, пиздец, понимаете, люди не хотят у меня кроме матов ничего не осталось, к сожалению звыня это, что называется поэтому, ну, как мы понимаем, естественно большинство людей покупают биток сейчас, то есть, блядь, вдуматься то есть, насколько людишки просто я не знаю, понимаете, это не я настолько охеренный и не я настолько сверхчеловек а людишки настолько бездарные, понимаете вот, к сожалению, я называю сейчас не подписчиков своего канала, просто некоторые неадекватно воспринимают, у кого с головой проблемы то, соответственно, ну, естественно нужно понимать, что имеется ввиду в общем вся масса людей, потому что большинство людей они, к сожалению, зарабатывать на этом рынке не будут, ну, даже не к сожалению, а к счастью потому что это ликвидность для нас на хаях поэтому, естественно, вот эфир классик тот же растет, и я предупреждал, что после того, как коррекция вот здесь произошла на те же там, сколько, 25% условно, ну, считай 30, да, то есть уже эфир классик отрос на те же там 30% обратно, понимаете, то есть и те, кто там не верили, те, кто там рассуждали и те, кто мне там рассказывали, что типа, Саня, ой, блядь, а ты что еще будет финальная коррекция на 32 а ты, блядь, что, тупой нахуй, зачем сейчас покупать, ну и кто тупой по итогу ну, как бы, как мы понимаем, да, то есть и вот здесь плюс 30% лайткоин я предупреждал, мы стояли в полгода в накоплении, кто мешал покупать, и мне по-любому кто-то напишет, потом скажет, блядь ну, Сань, не успел, не было денег ну, не было времени, да, не было ну, давайте посмотрим, как не было, вот здесь вот, тоже у человека не было, говорил, что типа, нету, нету времени ну, нету времени, сейчас не лучшее время чтобы покупать, вот, типа, не лучшее время, денег нет, ой, это крипта, это скам, а потом, соответственно взял кредит и продал квартиру ребят, ну, если вы такого мышления, то удачи вам тоже, продать квартиру, взять кредит я не знаю, там, займ, микро микрозайм, там, не важно, хоть макро хоть хуяка, ну, то есть, дело ваше, опять же таки, что вам делать но, как я и уже говорил, если вы не понимаете, как работает рынок и не прислушиваетесь к людям, которые действительно уже, ну, что называется, путь соли съели, да, и понимают, как что работает тоже, вот, кьютом нео поперли поэтому за них я тоже говорил, но мне сказали, нет, Саня, зачем, блядь, старики ну, сколько они там дадут, 10 иксов да, ну, наверное, на работе люди больше зарабатывают, я не в курсе, наверное зарплаты повысили, наверное, уже люди получают не 400 долларов, а 4000 долларов в месяц, в СНГ особенно, да, ну наверное, я что-то, что-то не в курсе последних событий, вот, поэтому Вичейн тоже постепенно продолжает выходить, пока еще можно взять XDC, кстати, если кто не успел можно взять Квант, но постепенно тоже выходит уже на такую прямую, ну, плюс 12% не критично, поэтому Квант можно взять еще, да, в накоплении стоит можно еще взять, по-моему Алчеми Пэй, но могу ошибаться, сейчас глянем ну, Алчеми Пэй тоже пошла уже в рост, имейте в виду, ну, смотрите сами, опять-таки, думайте сами, смотрите сами ну, здесь, не знаю, такое себе, то есть можно было до этого ее добрать, ну, как хотите то есть, опять-таки, я предупреждал, что ниже, скорее всего, не дадут, видите, тоже 30%, видите, и ниже не дали уже отметки лето-осени, поэтому ну, как мы понимаем, что, в принципе, классика жанра, толпу в очередной раз обули, вот, граф продолжает пидорить, я предупреждал, что уже коррекции не будет, ну, и, в принципе, уже 2,5X с точки входа, если вы заходили если вы заходили вообще вот здесь, как мы допустим, в закрытом клубе, то вы имеете 4X практически, ну, а если вообще дно откупали, я здесь не закупал, к сожалению, потому что я ждал роста доминации, то здесь 5,5X вы имеете ну, в принципе, не критично, если вы откупали вот здесь с нами, ну, кто состоял в закрытом клубе, я вас поздравляю успешно, теперь нам остается только холдить, либо кто следовал рекомендациям на ютубе, Доги тоже пошла, ну, я предупреждал, что как только Доги пойдет, а она пойдет, потому что я видел и рассказывал вам, что фонды и те же биржи, там, в том числе Binance и многие другие, Coinbase, они таят и Шибу, и Доги, там, и Робин Гуд тот же тает на сотни миллионов долларов, и это явно неспроста, то есть они готовы ввести цену наверх, и это еще цена не начала расти, и совпадение, да, совпадение, что эти монеты растут одновременно, ну, наверное, там разные киты, да, ну, конечно, одни и те же, ребят, ну, очевидно, то есть и цену даже одинаково толкают, как XRP со Stellar, так и Доги с Шибой, да, то есть как и Янь, так и Выни в Сунь, да, поэтому, ну, и, в принципе, мы понимаем, что на данном этапе, естественно, у нас рост будет продолжаться, и будет постепенно зарождаться альсезон, который уже зарождается, ну, вот Zcash тоже дно прошел, я предупреждал, я говорил, покупайте по 20 баксов, кто купил дно со мной, напишите в комментах, красавцы, вот, по поводу Monero тоже постепенно стартует, и те, кто говорили, что это скам, то она тому катается, то нахер ее брать, я буду ее ждать по 30 долларов по отметкам марта 20-го года, ну, ждите хули, вот, вот здесь я предупреждал, это ключевой уровень, за который не дадут эту монету ниже, но мне сказали, не, Саня, нахер надо покупать, ее же с Binance делистят, ну, ты что, Саня, тупой, зачем ее покупать, зачем, вот, ну, зачем за шкафом, что называется, поэтому, ну, как бы, дело ваше, вот, честно, дело ваше, я, мне, вот, честно, вообще по барабану, заработаете вы, либо нет, мне главное, чтобы заработал я, и заработали люди, которые ко мне прислушиваются, там, зрители канала, либо, там, подписчики закрытого клуба, да, участники, то есть, но, если вы не хотите, если вы считаете, что надо быть правым, а не зарабатывать, ради бога, то есть, это ваша позиция, окей, я таких людишек видел, по итогу, они потом заходят на хаях, продают в минусы, ни хера не зарабатывают, и так и остаются, но зато он прав, да, вот я прав, и все, я ни хера не зарабатываю, но зато прав, да, то есть, я зарабатываю, там, 300 долларов в месяц, ну, вот, я зато красава, и, типа, я молодец, я тоже зарабатывал 300 долларов в месяц, но, как бы, я потом начал соображать, что надо что-то делать в этой жизни, шевелиться, да, как бы, заставлять себя ломать, чтобы чего-то достичь, а не просто сидеть, ныть, блядь, И доказывать кому-то свою правоту в комментах Я в жизни, блядь, когда даже работал на работе Я никому ничего не доказывал Комменты даже не писал никому особо А если писал, то если мне захотелось поблагодарить человека Все, а вот это строчить кому-то там С кем-то спорить, блядь, в комментах, в чатах Да нахуй мне это надо То есть я сидел, занимался изучением и не ебал мозга Потому что я понимал, что Ну, это пустая трата времени То есть у меня времени даже не было, чтобы задуматься даже об такой хуйне Понимаете? Вот, поэтому ТКО в Азерикс тоже постепенно стартуют Я за них тоже говорил, сейв пал Ну, пока еще можно взять, но уже выходит постепенно из накопления Имейте в виду, да, это локальный хай Но если в глобальном плане смотреть, да, коррекция Сколько сейчас? Ну, около 76% Ну, если взять вообще отсюда Примерно минус 80% Вот, поэтому, ну, даже сейчас не поздно Но имейте в виду, что я давал эту монету и раньше Вот, по поводу Астар Нетворк Тоже у меня часто спрашивают Ну, Астар, ребят, да, тут есть сейчас коррекция Ну, нахер, сейчас ее покупать? Да, она может пойти еще дальше Я этого не исключаю Но закупать на хаях, ну, это как АМХ Сейчас покупать ему это был Икс, не знаю Я ее не беру, то есть я ее брал, получается В вот этом диапазоне, то есть по вот этой цене Вот здесь, то есть да, вот здесь я одно не откупил Я не буду вам трендеть, но, в принципе Я не вижу никакой проблемы И у меня АМХ тоже сейчас в профите Ну, примерно, давайте глянем, сколько Где-то около 3,5 иксов Я продолжаю ее держать и буду держать А по поводу Амбокса, тоже спрашивали, что по Амбоксу Ну, постепенно выходит, но купить еще можно Вот, кто провтыкал Джасми Я говорил вчера, монету Лукс такая имеется, да То есть поэтому еще можно приобрести ее Пока она не улетела, ну и в потенциале Здесь 50-70 иксов можно забрать Монета высокий риск, вероятность скама Намного больше, чем вероятность заработка Но, в принципе, потенциал тоже ебейший Имейте ввиду Тета продолжает идти наверх То есть пока она не падает И я за них тоже говорил За Тету, за Тефью Ну, кто мне не поверил, к сожалению, ребят Это ваш выбор А вот, кто закупился, я вас поздравляю Холдим, ждем минимум 10 иксов по монетам Поэтому раньше 10 иксов Ну, то есть от 10 иксов уже можете постепенно фиксироваться Кто лесенкой, кто там половину монет продает Кто там треть, не важно То есть, опять же таки, когда я буду фиксироваться Я уже говорил, я буду делать это в 25-м году Я буду держать, не буду я там фиксировать никакие 50-30 процентов Я буду, скорее всего, фиксироваться в всей позиции Уже на пике был рано Да и все Пойдет оно выше, хер по нему То есть мне абсолютно пофигу То есть я форма испытывать не буду И я сколько заработаю, столько заработаю Я лучше не дозаработаю, да Чем буду сидеть вот это высиживать Но это не тот момент, когда ты фиксируешь сраные 2 икса Когда еще даже не было халвинга, не было альцезона Не было параболической вертикальной фазы рынка То есть не было еще роста, блядь Не было полноценной бычки И альты не дали еще даже 10 иксов И ты фиксируешь какие-то копейки, блядь Некоторые радуются там и пишут Я читаю просто некоторые закрытые сообщества У меня тоже есть подписки, да И у моих подписчиков, да Там людей, знакомых И они пишут, что действительно сейчас многие блогеры Выходят там 50%, 70%, там 2 икса Фиксируют 3 икса Понимаете, ну, блядь, ну серьезно Ради этого приходить в рынок и ради этого ждать бычку То есть ради этого сидеть Весь 22-й, 23-й, то есть сидеть 2-3 года Три года, блядь, ждать пика был рано Ради того, чтобы фиксировать 2 икса, серьезно, блядь Ну то есть минимум, когда альты будут давать 10 иксов Но для меня это смех Вот BNB, даже самая такая тяжелая монета Она уже дала 2 икса Или биткоин тот же самый уже дал там около Сколько он там дал? 4 икса уже, да, наверное Зна То есть, ну, нахера его было фиксировать, непонятно То есть многие блогеры, я читал и смотрел ролики Они тоже там говорили, да я там фиксирую по 30 тысяч, по 40 тысяч Но при этом они, да, 4 икса биткоин уже дал То есть даже биткоин дал 4 икса Но, блядь, люди настолько наивны, что говорят Я фиксанул по 30, перезайду по 20 Ну и что, блядь, перезашел? Я говорил, ребят, вы не угадаете Когда начнется бычий рынок, потом вот эти люди будут жалеть И мне даже писали люди, которые фиксировались там по 40 По 50 даже, по 55 И они сейчас жалеют биткоин, увидев по 64 Ну, сейчас 62 с половиной, да И по сути, понимаете, такая фигня, что действительно большинство людей Они не заработают Почему? Потому что они вот так вот и будут сидеть и ждать Они так и будут ждать, что им дадут опять перезайти И они там будут надеяться на то, что, соответственно, ты что, ёпта Я ж там сейчас самый умный Я ж, ты что, я ж наебу систему Я сейчас куплю по 15, продам по 30 Потом опять куплю по 15 или по 20 хотя бы И потом буду ждать уже роста на сотку Но по итогу, как мы понимаем, жизнь умеет давать промеж помидоров И потом монета просто улетает Тот же биткоин, любая другая, да И потом вам хер дадут зайти Я об этом предупреждал Я говорил об этом миллион раз, блядь, в каждом ролике Понимаете, вот последние там полгода, наверное, с осени 23-го года или с лета даже Что, ребят, не надо ничего продавать Особенно биткоин с эфиром Вы потом очень сильно пожалеете Мне даже писали люди, которые говорили Да, Сань, ты был прав Зая я продал По итогу, ну, так оно и есть Что потом просто не дадут зайти и всё А купить по более высокой цене уже жаба хавает Понимаете, и тоже человек, помните, я вчера разбирал коммент Говорит Я тоже думал в эфир перезайти Купил его в марте 20-го года Там, поскольку по 50 или по 100 долларов Вышел по 250 То есть забрал сколько там, ну, условно, 3,5 х И потом эфир улетел на 5000 долларов А зайти уже было сложнее, понимаете То есть, естественно, ну, и о чём я речь Что вот это все заработают, да То есть, и вот в надежде Вот здесь, кстати, 250 долларов Это показательный момент Вот здесь это было где-то 2 х Там, 2,5 условно, да И понимаете, в чём прикол Что действительно большинство людей И по битку, и по эфиру Вы здесь выходили То есть, после халлинга Когда был боковик Большинство фиксировались То есть, они думали Ага, мы подошли к этому хаю А здесь была коррекция с этого хая То есть, надо выходить И потом, что произошло Потом произошла параболическая фаза И пошли, улетели И сколько ещё эфир пророс с того момента Он ещё с 250 долларов Условно дал ещё 15 иксов Здорово Понимаете, представьте Какое помо было у людей Ну, естественно, вы уж понимаете Что потом эти люди перезаходили Где? Они перезаходили по 4-5 тысяч Вот и всё Вот, поэтому я предупреждал Что не надо играться Особенно с битком и эфиром Не надо, ребята Просто ждите 25-й год И не ебите мозги Но мне сказали Нет, Саня, я лучше знаю Я буду перезаходить Ну, ничего, перезашёл Поэтому, ну, как бы Естественно, зачем слушать человека Который на опыте Лучше же послушать каких-то дебилов Которые рассказывают Что, типа, там Ты перезайдёшь По-любому По-любому будет коррекция По-любому Ребят, по-любому Это можно знать Если у тебя есть инсайт По-любому Но если ты обычный хомяк Да, то какое нахуй по-любому Понимаете Вот, виноватые в зеркале Что называется Дэш Пока что ещё можно купить Но, на, он тоже уже стартанул Ада, когда она Ну, не знаю Тут смотрите сами Мне лично Хаба и Джава Хаба и Джава, да Жаба Да, когда уже ТХА дала она с дна Ну, как бы Сейчас покупать Если, понятное дело В глобальном плане Если Ада будет там И 6 долларов И 3 доллара То это похер Ну, вот алгорент Ещё можно взять Я считаю Ничего критичного Но, я говорил Брать его перед этим И на днище Тоже вот здесь давал В районе 10 центов 10-12 центов Кто хотел, тот закупил Я не знаю Чё вы ждали Ну, как бы Тоже там Многие меня начали благодарить За монеты там Элис ТЛМ ДАР Но, это они ещё не начали расти Я уверен, что тут потенциал Действительно ебейший И, понятное дело Сейчас закупать на росте Это такое себе Ну, как хотите Опять же таки Дело ваше Но, я давал идеальные точки входа На днище Ну, и на коррекции В январе тоже говорил Ну, вот Юфи тоже постепенно стартует Верч Давайте глянем Чё по Верчу Верч тоже у нас Постепенно начинает стартовать Давайте глянем Чё там Иос По поводу Иоса Иос тоже в рост идёт Биткоин кэш Давайте посмотрим Чё по биткоин кэшу Биткоин кэш тоже постепенно выходит То есть все монеты начинают стартовать И уже, естественно, у нас идёт Перелив доминации в альткоины Из битка Ну, и постепенно Вот так вот цену толкают и толкают И показатель того, что альтсезон действительно начался Рынок будет дальше расти Это то, что мы закрепились за 5,5% Да, по USDT доминации И она начала активно пидорить вниз И я об этом предупреждал Говорю, что как только это начнётся То мы увидим рост по всему рынку Ну, и уже она продолжает снижаться далее Вот По поводу, соответственно, новостей У нас рассказывают, что Майк Навагадз Ожидает у нас коррекцию на 55 тысяч долларов Я лично такой коррекции не жду сейчас Потому что, ну, как бы Сколько это будет коррекция? Ну, примерно Давайте посмотрим Это будет коррекция, наверное, процентов на Сколько? 10, может быть Ну, давайте глянем, сколько Ну, да, примерно 12% Если брать с текущих 62,5 То действительно он ожидает такую коррекцию Может даже примерно 50 тысяч Ну, я такой коррекции не ожидаю И то, что он там её ждёт Это его проблема Это его выбор, да? То есть я не жду такой коррекции И даже если она и будет Хоть уровень 40 тысяч Всё равно большинство нихера не купит И по поводу Соланы Конечно же нам рассказывают Что брейкинаут То есть, естественно, Солана Большой путь у нас проделывает Ну, конечно же Пробила уровень сопротивления И многие такие А, ну да, пора покупать Солану Она 130 баксов уже там Сколько она там дала? Давайте глянем С днища Она улетела на уже Те же там 10,5 Там 11 иксов Ну, естественно, покупать её уже поздно Ну, в общем, очевидно Что Солану сейчас покупать Никакого смысла не имеет То есть я уже показывал Неоднократно Какие монеты можно взять Линк тоже смысла не имеет Ну, нахера его сейчас брать? То есть, ребят Большинство монет Ну, кто-то скажет Ну, Саня, если у тебя цели от 10 икс Какой? Почему бы не взять ещё? Ну, я не беру монеты Которые показывают Уже вот такие вот зелёные палки Ну, потому что Смысл какой, понимаете? То есть надо было закупать до этого То есть давали 500 дней, 600 дней То есть полтора года Полтора-два года Давали покупать монеты Ну, условно Давайте в среднем Полтора года Ну, год Хорошо, ребят Ну, то есть не было времени Серьёзно, блядь Ну, не смешите мои подковы Что называется То есть Ну, в смысле не было времени Ну, как это не было времени? То есть в смысле То есть сейчас Время внезапно появилось Да, то есть И вот АИФ постепенно выходит Видите И вот эти подновости Что Binance там объявила Высоким риском Как минимум абсолютно Срать на эти новости Да И были новости Якобы там уже блокируют Пользователи из Украины Ну, опять же таки Как я понимал Что это фейк Потому что Каким образом Если Binance Ну, как бы Мы понимаем Что сотрудничает Со страной Да И какой смысл Им это делать Понимаете То есть Естественно Понятное дело Могут быть Какие-то там Блокировки Естественно Я тоже за это слышал Но Опять же таки Для этого нужно Не держать бабки на бирже Все бабки на бирже Да То есть Выделить какую-то часть Которую вы там Собираетесь закупаться Либо ещё что-то Ну, а по факту Мы понимаем Естественно Что если вы не хотите Там Имеете дело с биржами Да И паниковать В случае там Какой-то блокировки Скама Или ещё что-то То естественно Нужно все средства Выводить на кошельки То есть Я говорю Если не хотите Заморачиваться То выведите На какие-то Мультивалютные кошельки Если не хотите Покупать аппаратные Там тот же Сайпал Трезер Леджер Да То соответственно Есть куча кошельков Топ кошельков Есть у меня на канале То есть Выводите На разные Надёжных нету Естественно То есть Понятное дело Есть какие-то Проверенные временем Но даже они Могут скамиться Нужно это понимать И важна Дивексификация Потому что В случае скама Какого из кошельков Вы потеряете Лишь часть Да А не все ваши бабки Потому что Как некоторые Держат там На метамаске Блядь Это вообще Я не знаю Клиника Потому что Это самый Такой кошелёк Часто взламываемый И постоянно Какие-то там То случайно Ты подключишь его Куда-то То там взломают Его То ещё что-то Ну в общем Такой кошелёк Который Постоянно Ну подвергается Эксплойту Да Вот Поэтому лучше Ну действительно Выводить Не на троствале Да Потому что Это того Ну одного поля ягоды Да То есть это С той же оперы И по сути мы понимаем Что лучше Выводить на какие-то Более другие Вот Какие Я уже В принципе Сказал Ролик есть на канале Поэтому То что там Солана якобы Надо покупать Аналитики У нас Джипи Морган Ждут что После апрельского Халвинга Цена биткоина Упадет на 42 тысячи Я не знаю Почему они так решили Но говорят Что также Центральная точка Производственных затрат Майнеров 26500 Ну и многие Естественно Будут сидеть Ждать эти отметки А по итогу Не купят ни хера И падение Даже до 42 тысяч Может и не быть Понятное дело Может быть Какая-то коррекция На те же там 20 процентов Как была там К примеру В 20 году В мае Да То есть я тоже Показывал Но давайте Был у нас Халвин когда 12 мая 20 года Насколько я помню Да То есть 5-12 Какая была коррекция Да вот была коррекция В районе у нас 20 процентов И когда она произошла Она произошла Перед халвинга Да То есть возможно В этот раз Будет точно так же Я этого не исключаю Ну и коррекция 20 процентов Даже если взять С текущих Условно Сколько это будет Это будет где-то Ну там 49 тысяч А если цена Поднимется еще выше Ну к примеру Там не знаю На тысяч Условно Давайте глянем Сколько там Ну допустим 65 То в принципе Это будет коррекция Около 51 тысяча долларов Ну вот вам Вот эта коррекция Я более чем уверен Большинство когда увидят Эту коррекцию Они пофигеют Да точно так же Как они пофигели Вот здесь Они не покупали Хотя я говорил Весь январь Весь февраль Покупайте ребята Давайте Пока коррекция Это была Что 40 процентов По альтам Это отличная скидка Но мне сказали Не Саня Ты не шай Сейчас биток упадет Очень ниже Альты вообще повалятся О ты что Ну и что Повалились Закупились вы ниже Вот Потом топ 5 альткоинов Для инвестиций У нас получается 55 иксов Не знаю почему именно 55 Почему не 56 Почему не 50 И соответственно Альты на 24 год Бласт Ну конечно же Вот что у нас еще Арбитрум Ну естественно Арбитрум же ж на хаяк Самое время покупать Ну то есть видите Ребята нам советуют Те монеты которые На дне лежат Ну просто ну не отросли Нихуя еще да Вот Арбитрум тоже там ТХ давал Понятное дело В глобальном плане Это хей Но и типа кто-то скажет Можно сейчас покупать Да никто не спорит Ну нахуя покупать То что отросло Если можно взять то Что еще не отросло да И такие монеты Я даю в закрытом клубе Кстати стоимость я поднял На 30 процентов Поэтому кто успел Там оставить заявку Либо написать мне в личку Или присоединиться Тот зашел по Старой цене Да Оптимизм нам еще советуют Ну конечно оптимизм Что ж еще Что же еще Как же иначе да Оптимизм дал уже 8 иксов Конечно надо же оптимизм брать Вот что еще Полигон матик Ну естественно да До этого полигон матик Хейтили Говорили сейчас там разлоки Ребята Сейчас там цену укатают Просто пизда И вот здесь тоже я допускал Я тоже говорил Что могут укатать Как и BNB Да то есть тут вообще пустота И могут укатать Вообще тут дно Никто не спорит Но если этот диапазон Будут выкупать А как минимум Его выкупали И даже не дали Вот это дно Дали один раз Вот здесь V-образным разворотом Да Недолго мы там постояли Пару дней И после этого Вот здесь еще дали То есть уже Какого-то сильного падения И вот этих донных значениях Не было да И уже тот же матик Отрос на 50 процентов Поэтому Я предупреждал Если вот это все выкупят Это будет дно И вот это как раз таки Формация такого дна И вот здесь Похожее такое По типу Чашка с ручкой Да Либо какое-то такое вот дно Да То есть вот здесь мы постояли Ну и полетели Да Поэтому Ну я об этом тоже Говорил неоднократно Поэтому матик Тут как хотите Ну и вот эти монеты То что оптимизм Арбитрум Как по мне Ну такое себе Сейчас уже брать Поэтому Ну кто считает Нужно брать на хаях Ребят К руки Барабан на шее Ну Я считаю что это такое себе Далее Сразу два индикатора Говорят в пользу Достижения XRP уровня Одного доллара Ну естественно Нам начинают рассказывать За XRP за доллар Как только он начал выходить Из своего диапазона дна Но как мы понимаем Даже сейчас у нас Были новости По поводу того Что опять там якобы У нас Ripple использовала Торговых ботов Хотя эта новость была Я напоминаю Когда Две недели назад И уже опровергли Никто там сказали Ничего не используют Ну как там на самом деле Нам абсолютно Должно быть фиолетово Почему Потому что Мы закупаемся Тогда когда нужно Это делать Да То есть на коррекциях Либо в боковике А не тогда Когда все растет Поэтому ну сейчас Еще не поздно Купить XRP со стеллером Понятное дело Что цена та же Но одно дело Закупать когда все падает И когда На рынке паника Да Другое дело Закупать когда Уже все начинает отрастать Ну ребят Выбор за вами То есть я в основном Покупаю в боковике Либо на коррекциях Вот и все Далее ВЭД Конечно же Рост токена ВЭД Ну по ВЭД я уже показал Естественно продолжают рассказывать Что какое-то внедрение Ви Беттердао Подчеркивает поверженность Инновациям и устойчивым Развитию Децентрализованных Приложений Также еще стратегии X2Earn Ну и получается Также еще какие-то Два новых токена Они хотят запустить Далее получается В марте Крипторынок ждет Разблокировка Арбитрума И несколько Эрдропов Ну и по сути Как мы понимаем Что события Которые у нас Могут произойти Криптокалендар Да Календар Как мы понимаем Что у нас расписано Могут быть какие-то Разлоки по монетам Могут быть какие-то Апдейты И так далее Внезапно появилось То есть совпадение Да Что DeFi проекты Чаще упоминают После того как они У нас и обновления У них запланированы Именно тогда Когда уже рост цены пошел И вышли мы из накопления О боги Какое совпадение Ребята И я помните об этом Что вот этот позитив Вот эти партнерства Обновления Там и прочее Прочее будет у нас Тогда когда рынок Войдет в бычью фазу И когда это все Попрет в рост А вот этот бред Что типа Та Саня Ну ты что Ну монеты Нету никаких позитивных новостей Зачем их покупать Там же один негатив Льют Ну так в этом и суть Что покупать на отрицание И на панике Понимаете В этом и суть Вот И тот же сервис Все вот Но провтыкали Но уже пройдено То же самое я говорил покупать Ну кто не верит То есть смотрите ролики Опять же таки Я не говорю Что я там Даю прям идеальные отметки Но близкие к идеальным Скажем так Даже бесплатно Блять Понимаете После продажи акции Амазон Джеффа Безоса Заподозрили в покупке биткоинов Ну конечно же Вот он сидел такой И не мог закупиться Вот сидел такой и думал Блять что ж мне сделать Куда ж мне перелить бабки с акций А биткоин уже 64 тысячи Точно Пойду как хомяк Возьму кредит еще Да И продам хату Чтобы купить биткоин по 60 тысяч А лучше по 150 Дождусь и тогда куплю Да Лучшие альткоины для этого бычьего рынка Да То есть вот у нас бык с этого С волд стоит И какие же лучшие альткоины Конечно же бласт Естественно Ну Что у нас еще Сей Ну Конечно же Конечно же Что же еще Оптимизм Не слышали ни разу Да Вот Арбитрум Тоже Блин Ну такая уникальная монета Прям ни на слуху ни у кого И не давала роста Ребята Ну вот видите Две новости И две одинаковые монеты дали Ну Совпадение Да 10,5 иксов Сей дала Тоже Ну вот Прямо аж Прямо аж уже не смешно За 2 года Минанс вернула клиентам Креплюту на 4,4 миллиарда Ну и по сути Выявили Не знаю Возврат какой-то Типа те кто там Вели неверный адрес кошелька Попытались перечислить Неподходящие монеты И возвращали людям крипту То есть откат делали Поэтому если вы там Ну понимаете что Могут биржи такое делать Да Либо тоже траствали Такая ситуация была По-моему когда там То ли взлом был То ли еще что Взломали кошельки Бинанса И по сути они сделали Откат системы И вернули себе бабки обратно Ну то есть по сути Знаете как откат системы На Windows можно сделать Так и можно сделать откат В кошельках В блокчейне Вот поэтому то что там Нельзя откатить систему Многие питают иллюзии Ну настолько детское мышление Имеют что просто смешно Далее Гемини у нас Говорят что пользователям Программы Геминиерн Вернут заблокированные Крипталюты Ну и типа вот разлоки Там и сейчас миллиарды долларов Вернут 1.8 миллиардов Многие думают Ого Сейчас упадет Сейчас упадет Понимаете И специально панику нагоняют Для того чтобы вы продолжали Шортить там и так далее Ну и вот Думают что Те кто невнимательно читают Думают сейчас 4.4 миллиарда Бинанс по рынку Обрушат эти монеты Хотя это вообще не имеет Никакой связи Новократца у нас говорит О возможном падении И новости эти выходят сегодня Да 55 тысяч Акции майнеров биткоинов Сильно подешевели В конце февраля И по сути Марафон диджитал Райот платформ Ну и это тоже пугалки Что типа ребята Акции дешевеют Значит и биткоин наверное Подешевеет И подешевеет у нас Наверное крипта в целом Понимаете Ну это бейтсевые кобылы Поэтому ничего там дешеветь не будет И как мы понимаем Если акции подешевели Не значит что рынок будет падать Вот поэтому И Кёрф у нас Файненс Развернула смарт-контракты Лендинговая платформа Лама Или Лиама Ленд И как мы понимаем Что естественно Ну это всё на росте И как мы видим Данный проект Хоть якобы взламывали Вот понимаете И Как мы понимаем Что вообще без разницы Вот упал ниже своих акцентов На фоне перевода в бинанс И когда эта новость была Давайте же глянем Когда это была В сентябре ещё была эта новость И давайте зайдём Посмотрим Вот CRV Тоже я советовал данную монету Говорил покупайте ребята Всё это фат новости Ну вот сентябрь Никогда было Это у нас была новость Сейчас давайте зайдём глянем Ради интереса То новость это была У нас когда Была 14 сентября И давайте глянем 14 сентября Ребята Это были донные значения Вот здесь Когда разворот пошёл Сказали что Ребята Сейчас бинанса валит курсы Это было дно По данной монете Вообще донные значения Ну и Совпало Ну Понятное дело Это не вот эта свеча Но на следующий день Буквально Когда уже разворот начался Чтоб люди не поверили Ну и по сути Чтоб распродали свои монеты На днище Суточный приток Биткоин ETF Достиг рекорной 673 миллиона Опять биткоин агитирую Коррекцию биткоина До 42 тысяч После халлинга То есть с текущих отметок Биткоин надо упасть Сколько там На процентов 30 Да или сколько там Получается с текущих Даже 42 тысяч Это примерно у нас Сколько падения Это падение на Где-то Ну да Процентов 30 А если он пойдёт выше То это может быть на 40 Я не знаю С чего они взяли Что будет такая коррекция Ну Опять же таки Как хотят так Пускай и думают Но я считаю что этого не будет И говоря что Производственная себестоимость 26500 Ну а 26500 Это надо С текущих нам упасть Без чёрного лебедя Чтобы вы понимали 26500 Это где-то у нас Падение на 60% Вы думаете серьёзно Без чёрного лебедя Без там Какого-то Ну Коронатампа Или ещё чего-то Будет такое падение Да не будет ребят Поэтому Без какого-то скама Ну то есть Чтобы оправдать толпе Понятное дело Что падение цены Происходит не из-за этого Происходит из-за панических продаж Ликвидации лонгов И так далее Да и Продаж китов по маркету Да чтобы Ну как бы соответственно Создать эти самые Ликвидации лонгов И панику Но Как мы понимаем Что киты могут Хоть до нуля Пролить биткоин Потому что у них Основная миссия Там уже 99% монет Наверное на майненных У них Да и Ну в обороте Которые С 21 ляма Но вот этот брейт Что типа мы упадём И будет такая Глубокая коррекция Ну то есть Если заранее нам уже Присаживаются на уши За полтора месяца Халвинга Или за месяц считай То я вообще В это не верю Понимаете То есть что будет Действительно Эта коррекция И специально рассказывает Что вы ждали падения Ну опять же таки Подстраиваются под толпу Которая сидит и ждёт Что вот сейчас Сейчас мы упадём Вот финальный раз Помните вот это На 12 тысяч В 20 году Мы должны были упасть Но по итогу Скалили на 65 А потом на 69 И толпа заходила на хаях Мнение Крипторынок ждут 12 месяцев Садомии Ну не знаю Что такое садомия Напишите в комментах Ну и по сути Во время болмаркета Не бывает инноваций Да что вы говорите А во время чего Во время медвежки Наверное запускаются Стартапы Привлекаются деньги ETF и запускаются Да Пиздец Умные инвесторы Понимают Что нужно двигаться Быстрее Умные стартапы Знают Что через пару месяцев Можно поднять Х2 Ну и по сути Всему миру Уже очевидно Что это блоган Ну не всему Как мы понимаем Большинство отрицает И подтягиваются У нас Получается Памп идёт Биткоин Потом соответственно У нас эфир И рост там Крупнейших По капитализации монет Затем подтягиваются Альткоины И щиткоины Да Дело ежедневно По 50% К цене В этот период Оживают хомяки А холдеры Скупают новые машины Ну и по сути Как мы понимаем Что Иксторк Сцене альткоинов Там нам рассказывают Ну и по сути Щиткоины Потом обнуляются Да У хомяков пустеют NFT коллекции С миллиардом Как оказывается Никому не нужны Ну и по сути Говорит что Цикл от биткоина И краткосрочной перспективы Первый этап Интуиция О скором начале Болрано Поэтому действительно Отрицание И ближайшие 12-18 месяцев То есть Голд полтора У нас действительно Будет вертикальная фаза И Как мы понимаем Что Болрано Уже давно начался Если вы не поняли Вот Второй в истории Отток GBTC Помешал закрыть биткоины Месяц рекордом И нам говорят Что вот Отток Опять пугают Грейскейлом Разлоками Совпадения Потом коррекции пугают И Вы понимаете Почему Потому что Биткоин стремится на перехай И я напоминаю Что тоже был Негативный новостной фон Фаза отрицания Была в 20-м году Когда мы делали Перехай 20 тысяч И говорили Что не будет выше 20 Надо фиксироваться И потом Те же люди Перезаходили По 50-60 тысяч Потому что Ловили фома Что по альтам Что по битку Вот Акции майнинговых компаний Обвалились На фоне рейли биткоина Тоже пугают обвалом Видите Специально Бинанса проверила Видите Уже проверила Массовую блокировку Пользователей Из Украины Да Ну и по сути Никаких отдельных действий В отношении Пользователей Не предпринимается Ну и по сути Как мы понимаем Что со своей стороны Полагаем все усилия Для оперативного рассмотрения Проверки каждого случая Ну и команда Работает с пользователями Которые столкнулись С данной ситуацией Да Действительно Такие факты Были И некоторые блогеры За это рассказывали Да И в принципе Люди Писали мне В закрытом клубе Что такие ситуации бывали Но Опять же таки Если Вы Действительно Хотите Там Ну Сохранности Держать свои бабки То я уже говорил Выводите с биржи Не пойти мозги Вот и все Поэтому уже все опровергли И этот фат Специально налили Вот И вот Вот это сообщили Вчера Задержание руководителей Binance Там Суд одобрил выплату И вы понимаете Для чего это делается Для чего Для того чтобы вы Поддались панике Поддались панике И распродали свою криптовалюту В том числе там На Binance Ушли на другие биржи А чтобы перевести крипту Люди как думают Ага Это мне сейчас что Ебаться переводить Много монет Выводить на кошельки Или там соответственно Переводить на другую биржу Да Чтобы на Binance Я лучше все это продам В USDT И одной транзакции USDT выведу Понимаете Вот как это работает Понимаете Поняли теперь Манипуляция века просто Всех заявили О необходимости Смягчения подхода к крипталютам То есть опять же таки Говорит о чем Что бычка уже началась Модульные блокчейны Помогают в масштабировании Исследования Binance То есть Binance Продолжает делать исследования Ну конечно Как мы понимаем Многие говорили Что Binance кам Но по итогу Binance Продолжает успешно работать И расширяет штат Вот что она и делала В двадцатом году Капитализация Мемкоина выросла Один миллиард Ну естественно Как только монета Продросла Начали рассказывать Что ребята Вивхед надо покупать Хотя я говорил об этом Еще вот здесь Кто помнит Да то есть вот здесь Я говорил ее покупать Уже монета Продолжает расти И давать те же там Десять иксов Понятное дело Что ну может быть Я зря не купил Но я не вижу Никакой проблемы Мы закупали Тот же самый аналоз Да я не шучу Сейчас если что И аналоз продолжает У нас расти Дал он уже Около восьмидесяти процентов Если кто покупал Ну здесь мы первую покупку делали Кто захотел Можно было усоединить Я сейчас в минусе Примерно на семнадцать процентов Но не вижу Никакой проблемы Потому что я думаю Она все равно Отрастет Вот поэтому Кто хочет Можно взять Но опять таки Тут дело уже Конечно же За вами По поводу остальных моментов Да Илон Маск Подал суд на OpenAI Многие естественно Обосрутся Наверное подумают Что сейчас там WorldCoin упадет Которая связана С этой компанией Естественно Потому что это одни и те же люди Но как мы понимаем Это специально могут быть вбросы И просто так Илон Маск фанится Ну и Arkham у нас полетел Уже на пять иксов С точки входа Поздравляю Кто закупал вместе со мной В принципе Если вы вложили бы даже Условно пятьсот долларов Вы бы имели уже Вдумайтесь Вы бы имели уже Две с половиной штуки баксов А вложили сто баксов Ну пятьсот долларов А вложили там тысячу долларов Имели бы уже пять И я рекомендую Что держать минимум до десяти иксов Ну потенциал у этой монеты Как у WorldCoin Я считаю очень огромный Поэтому Это свыше десяти иксов Поэтому холдинг Ничего не продаем Перезаходить ниже не надо Фиксировать я считаю Сейчас ничего не надо Ждите двадцать пятый год Гуд Да Год И все будет гуд Да И все будет нормально Binance Futures запускает Фьючерсные контракты на Тонкоин Ну естественно Как только у нас объявили Что якобы там будут выплачивать Сотрудникам Так же как и Binance В Тонкоинах Да То есть в BNB Они выплачивают Как только произошел Лютейший просто памп На целых там Тридцать процентов Естественно Запустили фьючерсы Ну очевидно Что монета тоже Находится на Хая Далее Сеть Трон Готовится к обновлению Great Voyage 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 Да Как поется в песне Да И получается у нас Обновление Какое-то там Написал Терция Да По привычке Терция 20 Сети Трон естественно Покупать сейчас смысла не имеет Трон продолжает у нас расти Как я и говорил Что покупать Надо было по 5-6 центов Кто закупил Имеет уже Тейкса профита Если кто хочет выйти Из данной монеты Ну милости просим Что называется Да Она уже достигла Хая 21 года Может быть сделает Даже перехай 17 года Но опять же таки Я данную монету буду держать Ну скамонет Ну и хейн с ней Но пока что предпосылок никаких Как мы видим нету И обновления продолжают выпускаться Поэтому Как мы видим Развернуто оно будет в марте И явно это все не просто так Поэтому имейте ввиду Сек выявила у компании Terraform Labs Подозрительное перемещение Денежных средств Естественно пугают нас Теролуной Бинансом Пугают чем еще Разлоками от Грейскейла Видите Специально делается Чтобы поддерживать Отрицательный новостной фон Видите То есть такая сейчас Ситуация неопределенная Ограничение скрипты Но с той же стороны У нас естественно Ну смягчение подхода к крипталютам Не такая сильная регуляция Но при этом говорят Что вот там ребята Смотрите У нас там Terra Luna У нас там соответственно Бинанс якобы Что-то там блокирует чита У нас там Бинанс сейчас выплатит У нас там Грейскейл отток какой-то У нас там коррекция Майнинговых компаний То есть специально пугают Сейчас там говорят Что типа будет коррекция Сейчас там упадем на 42 На 50 там 1055 Не важно То есть понимаете Для чего это говорится Для чего это делается Специально Чтобы вам Не дать закупиться Уже финальные Какие-то остатки На днище Да что там Jeff Bezos якобы покупает Но все равно Видите негативных новостей Ну половина как минимум Понимаете То есть специально Для того чтобы вы Не откупили Донное значение А потом Когда уже все отрастет Скажут Ребята Пора покупать Ёбаный стыд Вот То же самое Как ну допустим Монета Вив Та же самая Да Как только она уже дала 10 иксов То сказали Ребята Капитализация 1 миллиард Пора покупать Ну конечно же До этого же нельзя было купить Да Вон Далее Что у нас еще Получается Marphone Digital Представила платформу Андуре На основе блокчейна Биткоина Опять же таки Совпадение Да Мэтт Хоуган Говорит ETF на биткоин Ждет еще более масштабный Приток СС Тоже Видите Тоже позитив Четкие признаки Всеобщего признания Криптовалюты Принятия Да Далее Получается Гендиректор Rocket Fuel Говорит Крупные компании Предпочитают расчеты В стейблкоинах Ну типа Нахер биткоин Да Типа Выходите в стейблы Да И я напоминаю Что сейчас Там Многие биржи Да И Binance И Bibit И многие другие Предлагают Стейкинг USDT USDT Стейблкоина В районе 25-30% То есть Для чего Годовых Для чего Это делается Чтобы вы Вышли в стейблы И типа Ребята Смотрите Я сейчас вложу Там Ты шо Допустим 10 тысяч долларов Получу 3000 Ну там 30% годовых Ни один банк Такого не дает Банки дают Там потолок 5-15% И то Не факт Что дадут И это не факт Что покроет инфляцию Но как мы понимаем Что действительно Многие люди Они Подвергнуты Вот этому всему Да И по факту Могут зайти В тот же USDT То есть Продать свои Криптовалюты И из них выйти Для чего Ну чтобы получить Якобы халявные проценты Пассивный доход Но по факту Мы понимаем Что криптовалюты Дадут намного больше Самая минимальная В худшем случае 2x А то и 10x Минимально Да То есть 10x Это 900% Прибыли Да И это естественно Ну вообще Ни в какое сравнение В 30 раз разница Между 30% Профита Да Поэтому тема такая Сейчас большинство Будут выходить Естественно из скрипты Продавать свои монеты Ну и по итогу Мы понимаем Да Потом эти самые монеты Улетят на 10x В минимум А люди такие Ну пассивный доход Зашвиздт И совпадение Да Как только рынок Начинает переходить В параболическую Вертикальную фазу Да В преддверии хаулинга Вам будут обещать Хоть до 100% Годовых Понимаете Большинство людей На это поведутся Выйдут в стейблы А потом монеты Ебанут Намного больше Естественно Чем 100% Годовых И естественно Те же самые люди Выйдут из стейкенга Да И потом такие Ну да Типа пассивный доход Ты что Ебаный в рот Блять 30% годовых Получил Ну и по итогу Потом нихера не заработал На крипте Понимаете Вот в этом и суть Поэтому такие большие проценты А на медвежке Таких больших процентов Почему-то не было Да Совпадение Было там 5% 10% А сейчас 30% Дают Интересно Вот поэтому Отток средств GBTC в оттенках серого Ну Grayscale Резко увеличился Рассматривают у нас Инвесторы другие возможности Чем там Биткоин ETF И другие компании Типа уходят из Grayscale Якобы 600 миллионов долларов Инвесторы у нас Выйдут якобы Сейчас продадут по рынку И многие такие Да 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 Сейчас мы Конечно Может ли новый криптокошелек Uniswap Свергнуть Metamask Естественно Как только Uniswap Вышел из накопления Начали лить позитив Совпадение Да и видите уже Uniswap Может заменить Metamask И объявляет о выпуске Своего кошелька То есть есть кошелек Кстати у 1 инча Если кто не знал Есть такая криптолита C98 Имеется собственный кошелек Есть криптолита SafePal Да Я говорил за эти монеты Вот тот же самый C98 Ну локальный хай Понятное дело Я уже говорил Ну тут как хотите сами Но мы покупали лично Данную монету на дне SafePal Тоже я советовал Неоднократно и на коррекции Добирает Ну пока еще не поздно Понятное дело Но как мы видим Что здесь Уже она восстановилась И многие не поверили К сожалению Не знаю почему Ну вот пока еще Я могу вам посоветовать Что еще не отросло Это 1 инч Ну опять же таки Опять же таки Не отросло относительно Уже он дал 2.2 икса С дна Относительно Если вы покупали здесь Я вас поздравляю Либо на коррекции В 30% Но опять же таки Еще можно пока что купить То есть он сейчас В просадке Находится где-то Около 90% Если вообще с хая То 93% Поэтому в потенциале Свои 10-15 иксов Самое минимальное Вы заберете Я в эту монету Очень верю Я ее не идеализирую Но монета действительно сильная Потому что Всю медвежку И весь там 22-23 год И начиная с 21 Каждый день Они хуяят Посты в телеграме В твиттере Там на ютубе Видосы выпускают То есть какие-то конференции Они там проводят То есть постоянно У них идет активная работа Над своим продуктом Над своим проектом Ну и то есть Они все больше людей привлекают А если есть комьюнити Которая верит в данный проект Значит цена будет расти Посмотрите на ту же Шибаину И на тот же Доги Там неограниченная эмиссия Но проект дали Тысячи Десятки тысяч иксов Понимаете На предыдущем цикле Вот так вот Так это и работает Поэтому я жду Самое минимальное От данной монеты Это я считаю Перехай однозначно будет Поэтому иксов 30-40-50 Она может дать Вот Но если вы заходите сейчас Понятное дело Вы заработаете уже намного меньше Потому что заходить надо было сразу Вот Далее Что у нас еще по новостям По поводу того Что Доги Коин Готовки 300% То есть 4х Бычьему роста Аналитики взвешивают Ну и по сути Возможная разворот Каткосрочного тренда И если сломает Нисходящий тренд Получается Калио Рэк Кэпитал Прогнозирует продолжение ралли Ну естественно Как только у нас Я предупреждал Помните что новости По поводу Доги и Шибы Пока они в накоплении Не просто так выходят Накопление было тоже 650 дней Условно даже чуть больше И даже 660 И как только монета вышла Полетит на 4х Ну понятное дело Что полетит и на 10х Но совпадение Что на росте Это да Акции для майнинга Биткоинов Лидируют по мере приближения Следующего у нас Сокращение вдвое Ну и по сути Цена биткоин Марафон Диджитал Выросла да И еще какие-то Компании Видите Какие-то обесцениваются Какие-то наоборот Растут Ну естественно Это все могут быть Пугалки Ради того чтобы вы Продавали свои битки Продавали свои Там монеты Ради того чтобы Типа перезайти ниже Потому что уж коррекция будет Вам же в новостях Сказали ребята Сейчас будет коррекция Да вот просто Киты такие добрые И решили вам дать заработать Надеетесь Вот что еще Монета мем Дональда Трампа Доминирует И монета мага То есть да Мы понимаем Что он тот же Дональд Трамп говорил Якобы он Сторонник криптовалюты То он скептик Ну и по сути Монета мага Уже отросла Поэтому не знаю Не вижу я смысла В нее заходить Также еще есть Монета Трамп Если хотите То есть Ну инвестировать Это ваш выбор Ну она торгуется На Битмаркте И Полониксе Поэтому тоже Она иксы дала И монета уже Давала Как мы видим Около сколько 40 иксов Или даже 50 Поэтому нахер В нее заходить Нет смысла никакого Поэтому естественно Новости выходят тогда Когда уже Монета дала иксы И Далее получается От любви до потери У нас как с 20 года С 20 года Совпадение Что у нас Выходят новости Про 20 год А я говорил Что 24 год Это повторение 20 В каких-то аспектах В плане психологии Так точно да Количество романтических Мошенничеств Выросло 85 раз И по сути Используют цифровые Эмоциональные уязвимости Внедение криптолита Стимулирует инновации Мошенничества В 23 году Из-за фишинга Потеряли люди 374 миллиона долларов Ну и далее у нас То есть Люди настолько тупорылые Что не могут себе В закладки Добавить какие-то сайты Да Они вручную Вбивают Натыкаются на фишинг Либо на какие-то ссылки Непонятные переходят И потом Естественно Теряют бабки Подключая не туда Там кошельки свои Либо логинись Вот Доходы связанные С мошенничеством В 23 году Достигли 4,6 миллиарда долларов То есть Опять же таки Ну как говорится Лох не мамонть Не вымыет Ну и по сути Как крадут С помощью романтического Мошенничества Ну Нацеливаются на своих Жертв Через каналы Личного общения Следовательно Оставляют Себя скудный след Которые могут отследить Да Ну и по сути Отсутствие возможности По поводу Отслеживания Возврат Да Утерянных средств Усиливают эмоциональные Страдания Вот Ну и в чем же мошенничество Я так понимаю Фишинги Мошенники с одобрением Преследовали широкие Другие пользователи И известные мошенники С забоем свиней Блять По-видимому В последние годы Применили эту технику С большим эффектом Ну и по сути Не знаю в чем там пример И Как мы понимаем Термины удачно описывают Процессы руководства Жертвами финансовой системы Из примечательных Историй Связано с программистом 120 с половиной тысяч долларов Обнаруженного на Сопружеском веб-сайте Представившийся Бизнесменом Из Великобритании Пообещал прибыль От инвестиций В криптовалюту Ну то есть Типа доверительное управление Повело к значительным Финансовым потерям для жертв И подобные истории Становятся более распространены Ну обычно знаете как Я кстати могу Пример из личного опыта Знакомые рассказывали Что типа Жили парень с девушкой Да У них было там Несколько биткоинов То ли 3 биткоина То ли 5 Они короче купили В каком-то там Бородатом году Еще в 12 Или что-то такое Да он сотни долларов Они купили там Несколько биткоинов Ну чисто по приколу А вось вырастет Да Потому что никто Естественно в 12 году Особо в крипту не верил Даже тогда еще Да Ну как бы Энтузиастов было Немного И таких Ну фанатиков прям Ну и как мы понимаем Что потом История завертелась Следующим образом Они разошлись И самый прикол Что все эти биткоины Были на кошельке у парня Ну обычно Я Как бы Скажем так Замечал историю обратную Что обычно Ну женщины Заставляют мужиков Брать на себя кредиты Там да Либо соответственно Ну оставляют деньги у себя Оформляют на себя там бизнес Естественно в случае развода Чтоб все это перешло им Но тот чувак Поступил по умному Да В итоге наебал систему И в итоге Оставил бабки себе Вот Ну и по итогу Они разошлись И естественно биткоины отресли Она говорит Ну несмотря на то Что мы там сои Может ты мне хотя бы половину дашь Да Мы же там вместе их покупали Там следили за рынком Там как-то На энтузиазме Все это делали И она в том числе Свои деньги положила В эти биткоины Он сказал не ни хера Вот Ну и вот так вот получается Бывает Поэтому вот вам Такие ситуации Поэтому ребята Естественно Если вы покупаете крипту Покупайте на свои кошельки Не надо ни с кем делиться Потому что потом Ваша вторая половинка Так называемая Да Любовь закончится Чувства угасают Ребята И потом когда вы расстанетесь Расстанетесь вы В большинстве случаев Да Даже если не расстанетесь То это 1% случаев Да То Соответственно понимаете Что Ваши деньги могут оказаться Не у вас И вам потом хершу отдадут Либо это будет Ваша мужчина Либо это будет Ваша женщина Да Поэтому Не надо ни на кого надеяться Не надо верить в людей Поэтому свои бабки Должны быть у вас Да Не надо Ну если вы хотите Кому-то отдать денег То вы просто берете И даете А если вы храните крипту То хранить вы должны У себя А не доверять Другим людям Там Тем более отдавать Каким-то левым людям Да даже своим Даже родственникам Там Я не знаю Там вашим Супругам Не надо этого делать Понимаете То есть не надо Потому что потом В любом случае Может произойти ситуация И вам потом эти деньги Попросту не отдадут Вот и все Поэтому люди Очень циничные И Циничные Меркантильные мрази Поэтому никто Вам ничего отдавать Потом не будет И пошлет вас нахер Поэтому Будьте в этом уверены И какая у вас Вы там Сильная любовь В кавычках не была То все равно Вы свои бабки Можете потерять Поэтому имейте ввиду Что Все нужно делать С умом И понимать Что в любом случае Как бы Ваши деньги Только когда они У вас находятся А не на бирже На каких-то кошельков Чужих людей Да Или даже родных людей Но понимаете Что в любом случае Чтобы вам было спокойнее Надо деньги хранить у себя Вот и все И Даже если вы покупаете Крипталюту в складчину Лучше каждый Пускай себе Купит 50% Заведет себе на кошелек И 50% себе И Свои ключи доступа Вы имеете только у себя Вот и все И никому не надо их рассказывать Потому что потом Любой удобный момент Вас могут кинуть на бабки Поэтому Ребят Имейте ввиду Это частая история Поэтому Ну В криптовалюте Она тоже распространена Поэтому не надо надеяться Что Люди такие Скажем так Благодеятели Ну есть конечно Люди которые там Совестливые Да И которые Скажем так Порядочные Да Но большинство людей В 99% случаев Они Вам деньги ваши не отдадут Если вы попросите Потому что Ну а какого хера Да Потому что Людические халяву любят Вот Особенно женский пол Поэтому я Ничему не удивляюсь И многие знают Мой Ну скажем так Подход к жизни И Как все Может происходить Поэтому надо понимать Что Все только В ваших руках Поэтому Такие вот дела Ну и получается Тайбы чехальткоина По прогнозам Что же надо купить Это Солана Ну естественно Джерти и Доги Ну естественно Ребята Естественно Как только Солана дала 10х Джерти дала Там 5х Зна уже Даже 5,5 Или 2,5 Икса С момента рекомендации И Доги уже пошла В рост на 60% Естественно Говорят что У нас Нисходящий тренд Еще оказывается Ну вот так вот Поняли Да Пиздец Далее Два банка Теперь предлагают Спотов Биткоин ETF Банков Америка Да И Мерил Какой-то И Велсфарго У нас предлагают Биткоин ETF Тоже Биток Загоняют Но с другой стороны У нас Один американский Банк Аэско Упал Поскольку Биткоин Продолжает Набирать Позиции Какой-то Нью-Йорк Комьюнити Бэнк Упал На 20% Из-за проблем С внутренним Контролем Ну давайте Глянем Скорее всего Может быть Это вбросы Чтобы вы Не купили Акции Данного Банка Ну вот Давайте Посмотрим Че там Он упал Не упал И Естественно Большинство случаев Это скорее всего Донное значение Я думаю По данному банку Да Так оно и есть Если кто хочет Купить акции Данного банка Я вам Настоятельно Рекомендую Это сделать Если вы Верите В данный банк Но это Аиски Естественно Падение Суммарно На 20% Тут есть Гэп Который Мы можем закрыть Давайте глянем Месячный график Да Действительно Банк этот На днище И специально Я думаю Его топят Чтобы толпа Продала И вот здесь Был уровень Мы сходили Даже ниже Этого уровня А ниже Сходили Для того Чтобы толпа Не покупала Ну и потом Киты Это благополучно Откупят Ну и потенциально Могут заработать От 5 до 10 До 10 Иксов Поэтому Как мы видим Сейчас отличная Возможность У вас закупить Данные активы Есть еще Такие акции Такие как Роблокс Многие не знали Про данную компанию Ее тоже можно Это игровая Компания Игра Есть такая И многих напугали Что типа Вот падение Ну в моменте Падало на 80% Сейчас падение 70% В накоплении Данные акции Находятся у нас Давайте глянем Сколько Находятся уже 700 дней То есть уже там Бочти 2 года 700 с чем-то даже И в потенциале Здесь можно будет Заработать около Получается От 3 иксов И более Поэтому если кто Хотел закупить У вас есть отличная Возможность Это сделать Робин Гуд Помните Я тоже акции советовал По моему Они уже пошли в рост Да пошли в рост Вышли из накопления Я предупреждал Тоже 750 дней И рост уже попидорил Поэтому на вот этой коррекции Кто хотел 20% Можно было закупиться Кто закупился Поздравляю Вы уже в профите На 50% Если откупали дно То на 2 икса Поэтому явно Это все было Не просто так И Кстати еще Биржа Coinbase Есть у них акции Да кто помнит И я советовал Также ее покупать На днище Уже Вы бы были в профите Вдумайтесь Уже на 6 иксов Если покупали самое дно Но если вы не покупали Самое дно То в принципе Вы могли откупить Вот здесь И иметь хотя бы 3 икса профита В среднем Ну 3-4 икса Вот Поэтому тоже говорил 90% падения Явно это все Не просто так И есть еще такая компания Вимео Да по моему Это видео хостинг И как мы понимаем Тоже данная компания Лежит на днище И постепенно Выходит из накопления Совпадения Да И можно было ее тоже Закупить Ну даже сейчас Можно это сделать В накоплении Здесь она стояла Тоже там 500 дней И если вы откупили В среднем вот здесь То в потенциале Вы заработаете 10-15 иксов Тоже она укатывалась И как видите Потом нащупал одно Показал одно Раз Два Три Тройное одно И после этого Мы уже улетаем наверх Поэтому я думаю Это все не случайно И как мы понимаем Даже если вы закупите Из текущих То потенциал заработка Около 10 иксов Вам обеспечен Поэтому имейте ввиду И понимайте Что естественно Такие акции Которые топят Надо покупать И такие самородки Видите накопление Четенькое Для того чтобы их Закупить Поэтому надеюсь Тоже лайк влепите За такие рекомендации По поводу Что еще у нас Банки естественно Типа падают Но естественно Это пугалки И вот вам сигнал Что вот этот банк Акции данного банка Можно купить Нью-Йоркский банк На секундочку Вот поэтому я думаю Это тоже все у нас Не просто так Вот Далее что еще у нас Генеральный директор Вангуар Говорит в Тимбакле Что уходит в отставку Отменит ли его Запрет на биткоин Ну и типа пугает Что вот там Уйдет в отставку В конце 24-го года Может к тому времени Он передумает уже И никто его не отправит туда Вот Ну и говорят Что существует Много предположений Отменит ли замена Баклип Какое-то правило там И которое не предлагало ETF клиентов Типа якобы Отменят ETF Почему Робин Гуд Стала партнером блокчейна Эфира второго уровня Стала партнером У нас Интегрируется с Арбитрум Понимаете Вот поэтому И может быть И с Эфиром И с Арбитрум Партнерство Ну и как только Акции пошли в рост То естественно У нас начали Партнерство Совпадение Да как по Юнисвап Накопление вышли Заменит Метамаск Так и здесь Ну как я уже говорил Что те кто хотел Тот купил Цена эфира достигла У нас максимум 3 500 На горизонте 4 тысячи долларов Ну естественно Начинают развивать Фома Что вот 4 тысячи 5 тысяч Ну и вот так Оно постепенно Будет отодвигаться На 500 долларов Поэтому в моменте Да у нас было 3 522 Да мы достигли Данной отметки Я советовал По 2 200 Уже в плюсе Были на 60% Поэтому такие мысли Такие дела Всем удачи Всем пока Делайте выводы Надеюсь ролик был полезным Жду ваши комменты И лайки